Всем привет! На связи Алекс Кидель. Сегодня урок по основам фотошопа. Основа фотошопа для тех людей, кто плохо знаком с этой программой. Я сразу хочу сказать, то есть если вы знакомы с фотошопом, то все отлично, можете закрывать этот урок и идти на следующий смотреть. Если не знакомы, то открывать пошире ушки и глаза. Значит, что я вам скажу. 3D графика без фотошопа абсолютно невозможна. Вообще ни в каком виде. Когда я начинаю работать в 3D, я автоматически сразу же открываю фотошоп. У меня 3D Max и фотошоп, например, открываются практически одним щелчком. Я работаю и там, и там постоянно одновременно. В фотошопе мы делаем текстуры, мы их компонуем, мы их вставляем в 3D Max. В 3D Max делаем картинки обратно в фотошоп, постобработка и так далее. То есть, на самом деле идет очень жесткая сцепка. Поэтому, если вы планируете работать с 3D Max, вообще с визуализацией, с анимацией, с моделированием, с чем угодно, вы обязаны очень хорошо знать фотошоп. Поэтому сегодня урок по основам фотошопа для тех, кто плохо с ним знаком. Значит, начнем с основ, так скажем. Основы, как всегда, как для 3D Max я всегда учу на всех своих курсах, особенно на курсе по визуализации или по моделированию, я всегда начинаю обучение с объяснения горячих клавиш. Горячие клавиши очень важны. Понятно, можно изучение любой программы, начинать с горячих клавиш, потому что на горячие клавиши, на самые удобные горячие клавиши, вешаются самые часто используемые функции программы, самые часто используемые инструменты программы. Photoshop не исключение. Здесь тоже есть целая куча горячих клавиш. Я очень настоятельно рекомендую вам изучить их и использовать. Значит, узнать их очень просто. Вот, наводим на любой инструмент мышку, и у нас высвечивается, как вы видите, Move Tool, V, Select, L и так далее. То есть, Cropping, C и так далее. То есть, на каждой, видите, своя, есть горячие клавиши. Привыкайте работать с горячими клавишами. Вот на этой панельке у нас находятся основные инструменты, с помощью которых мы что-то делаем с нашим рисунком. Здесь находятся слои. Photoshop – это работа со слоями. Каждая фотография, можно сказать, это отдельный слой. Давайте посмотрим, как это все может выглядеть. Давайте посмотрим, как это все может выглядеть. Давайте я возьму что-нибудь. Для начала хоть что-нибудь, какую-нибудь симпатичную картинку. Хоть какую-нибудь. Любую. Давайте любую. Вот. Вот. Это часто используемая в 3D картинка, которая накладывается обычно на Reflection. Значит, смотрите. Вот у нас картинка. У нас один слой, Background. То есть, как бы нижний слой, с которым толком ничего невозможно сделать. Слоев может быть сколько угодно. Для того, чтобы сделать новый слой. Например, я хочу дублировать этот слой. Есть горячие клавиши. Я их не помню, честно говоря. Вот я продублировал слой. Вон теперь у нас новый слой. Дальше, смотрите. Например, у нас инструмент Select. Полигон Лассо называется. Выделение. Вот я могу выделить какие-то части нашего рисунка. Вот я выделил. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставил. Смотрите, видите какой. Если я сделаю еще новый слой. И вот здесь есть Paint Back. Это заливка. Заливка каким-нибудь слоем. Белым, например. Смотрите. Вот я залил белым. Вот у нас белый слой. Верхний слой то, что я только что вырезал. Нижний слой это белый. Можно выключать. Можно выключать. Можно включать. И так далее. То есть, видите, работа со слоями. Вот что из себя представляют слои. Давайте посмотрим, что из себя представляют все остальные инструменты. Кисточка. Это рисование. Кисточек может быть много всяких разных. В данном случае. Ну, у вас, скорее всего, стандартная кисточка. Стандартные всякие кисточки. Ну, вот. Вот как бы кисточка. Вы все знакомы. Но в Photoshop здесь есть много очень разных нюансов. Есть кисточка мягкая. Есть кисточка твердая. Вот здесь. Значит, как я ее вызываю? Правой кнопочкой нажимаю в любом месте рисунка. У меня выскакивает. То есть, когда я работаю с кисточкой. С любым инструментом. С любым. Инструмент открыл. То же самое. Для него тоже работают кисточки. Кисточка. Открыл. Здесь величина. Диаметр кисточки. Видите? Видите, да? Маленькая. Большая. Hardness это сила нажатия. Видите? Совсем сильно. По нулям. Вот так вот получается. Здесь history. History ваших действий. То есть, вот. Раз, два, три. Видите? Новый слой убрался. Новый слой вставился. То есть, вот. Вот это history действий. Color я обычно не использую. Мне он не нужен. Navigation мне тоже обычно не нужен. Я могу это выключить вообще. То есть, приближение, удаление. Ctrl+, Ctrl-. 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 Дальше. Важный очень инструмент. Называется Clone. Горячая клавиша E, если вы заметили. Что он делает? Смотрите. Нажимаем. Вот сейчас мы сделаем побольше кисточку. Нажимаем Alt. Захватываем. Да. Вы должны. Мы работаем с каким-нибудь одним слоем. Если у вас выделен будет белый слой, да. То вы сейчас будете. Несмотря на то, что у нас сейчас видно как бы сверху слой с водичкой. Мы все равно работаем как бы в белом слое. Clone это. Clone это как бы клонировать. Клонировать то место, на котором мы вот Alt нажали. И мы берем то место, из которого мы сейчас будем клонировать в другое. Вот смотрите. Видно вам? Я клонирую, клонирую, клонирую. А внизу видите крестик бегает. Внизу крестик. Если я выхожу на белое. Видите? Все. Белое уже пошло. То есть вот это бывает, когда, очень часто такое бывает, что используем клонирование. В фотошопе это постоянно используется. И как бы и для постобработки, и для текстур очень часто используем клонирование. Поэтому запоминайте этот инструмент. Ну, понятное дело, стерочка. Это стирать. Ее тоже. Здесь вот смотрите. Сверху тоже у каждого инструмента сверху еще есть некоторые параметры. Опасити. То есть смотрите, у меня сейчас 100%. Опасити это прозрачность. Глоу это размытие. Смотрите, сейчас Опасити 100%, Глоу 100%. Здесь как бы от 100 до 0. Опасити 100% это значит, у нас нет вообще прозрачности. Глоу 100% это значит, нет размытия вообще. Поэтому у нас клоун работает вот так вот. А если... Убираю клоун. А если у нас, например, Опасити стоит, ну, предположим, 30%, смотрите, как будет. Видите? Почти ничего не видно. То есть нам, чтобы... Надо несколько раз. Несколько... 30, 30, 30, и вот последние 10% пошли. Видите, да? Вот как бы вот так вот получится. И это работает со всеми инструментами. То же самое с кисточкой. То же самое. Она, видите, серенькая получается. Если на 100%, черная. Кисточек может быть очень много. Вы видите, у меня сколько. Ну, у меня профессиональные кисточки. И то еще не все. И то еще не все. Может быть, орнамент какой-нибудь. Вот такой вот смешной. Ну, как бы рисовать понятно. Но обычно эти кисточки используются для чего-нибудь. Для таких вот мазков. Значит, что еще? Стирку. Ну, со стиркой, я надеюсь, всем понятно. Это просто стирать. Причем, смотрите. Мы стираем слой. Вы видите, да? Опасити на 100%. Гло на 100%. Я стираю слой. То есть у меня, видите, под этим слоем белое. Поэтому, когда я стираю белое, появляется белое. Если там будет что-нибудь другое, то вот видите. Я сейчас белое стираю. Следующий слой. Видите, что получается? Небо проявляется. Следующая заливка. Заливка вы уже поняли. Выбираем цвет. Заливаем. Вот у нас, пожалуйста, залило все. Это градиент. От черного к желтому, например, будет. Вот вам, пожалуйста. Здесь вот можем выбрать метод градиента. Можем такой. Можем такой. Можем вот такой. Как угодно, короче говоря. Вот. И что еще? Рука это смазывание. Смотрите. Сейчас я этот слой выключаю. Пожалуй, этот выключаю. И этот выключаю. Нет. Вот этот включим. И смотрите. Сейчас смазываю. А, это затемнение. Извините. Рука затемнение. А вот Dodge Tool это наоборот засветление. Тоже здесь Exposition у меня. То есть вот, смотрите. Горячие клавиши тоже есть. Вот оно засветляется. Вот оно затемняется. Горячие клавиши, по-моему. Ну, о, это просто включить. А есть еще какая-то горячая клавиша. Не помню какая, честно говоря. Просто во время, когда мы рисуем, можно просто нажать на какую-то клавишу и будет затемняться, засветляться. Ну, я не крутой фотошопщик, поэтому скажу вам честно. Я обычно кнопочками пользуюсь. Ой, все. Ну, текст с текстом понятно. С этим всем понятно. Круппинг это, как и во всех. Обрезать рисунок. Вот мы обрезали его. Ctrl-Z это вернуть. Выделение, понятно, да? Выделение. Выделяем, не забывайте, выделяем только из одного слоя. То есть мы в этот слой взяли. Ctrl-C, Ctrl-V вставили. Вот, в общем, в основах, в принципе, так. Ну, и еще есть меню. Понятное дело, что здесь в меню целая куча всякой ерунды. Основное, чем мы пользуемся в основном, это мод. Здесь можно RGB, SMU, CLAP. Смотрите, если у вас рисунок не сохраняется в какой-нибудь формат, например, вот вы хотите там в JPEG какой-нибудь, да? Вот у меня, видите, какой список большой? А вы открываете, чтобы сохранить, у вас здесь 4 наименования и больше ничего нет. Значит, вам вот сюда, в мод, и здесь меняем на RGB. RGB, Color. Значит, у вас здесь будет что-нибудь другое стоять. SMU, например. И все, и не можем, значит, сохранить. Следующее, Adjustment. Adjustment очень часто используется, постоянно. Adjustment нам нужен для регулировки. Для Brightness, например, мы, видите, увеличиваем, уменьшаем. Brightness, Contrast. Brightness, Contrast. Hue, Saturation. Hue, это цветность меняем. Смотрите, видите, что происходит. Давайте я на более, на более таком, продвинутом. На более продвинутом буду показывать. Смотрите, Hue. Hue, видите, какое небо становится. Разноцветное. А Saturation, это убрать вообще цветность. То есть, мы в черно-белую фотографию переносим. И все, и Hue не работает. Цветов нет, нечему меняться. Lightness, это Lightness. Вот. В принципе, здесь очень много всяких разных. Попробуйте самостоятельно посмотреть. Curvus очень многие используют. Curvus это подтягивает цвета. Видите, подчеркивание такое. Я тех же самых эффектов добиваюсь с помощью Lightness and Contrast. Мне проще так. Мне проще использовать Lightness and Contrast. Но многие пользуются Curvus. Видите, как получается. Preview. Во всех вот этих вот инструментах есть Preview. И я обычно вот так, для того, чтобы посмотреть, хорошо ли у меня получилось, я туда-сюда щелкаю. И на уровне ощущений смотрю, мне нравится. Какой вариант мне больше нравится? Какой ярче? Какой лучше смотрится? Ну, кажется, вот с обработкой, конечно, он смотрится лучше. Что еще тут можно вам сказать? Ну, из этого всего остальное все попробуйте. Автолевел тоже очень часто используется. Не автолевел, извините. Не автолевел, а левелс просто. Здесь вот мы можем, видите, менять вот так вот. Вот, менять эти тоже. Это то же самое. Это относится, практически относится к Curvus, только на более таком аккуратном уровне. Можно все это тоже регулировать. Вот так вот, да. Видите, мы светлые тона подтягиваем, потом темные тона подтягиваем. И разница между ними тоже вот. В какую сторону от белого к темному. То есть вот, левелс, это вот как раз уровни черного, белого контрастов регулируется все с помощью этих ползунков. Ну и, естественно, фильтры. Целая куча фильтров. Вот фильтры. Здесь очень много всяких разных инструментов, всяких разных дополнений. Glown edges, например, это перевести все в линии. Вот, смотрите, как получается. Очень прикольно получается. Ctrl-I, это инвертирует все цвета. Ctrl-I. Если это все теперь сделать вот так, то получается что-то симпатичненькое. Вот. И еще очень важный момент. Вот здесь вот. Смешение слоев. Вот оно вот здесь вот. То есть мы, выставляя какой-нибудь слой, мы можем выставить способ смешения со слоем, который стоит ниже. Multiply, например, смотрите. Multiply. И можно вот любой. Color. Lightness. Я, честно говоря, вот так вот мышкой все время не пользуюсь. Я обычно вот так вот и вниз пошел, и смотрю, что мне больше нравится. Вот это вот прикольно выглядит. Вот. Вот это вот тоже прикольно, да? Как будто бы нарисованное уже становится. Видите, да? В этом непонятное что-то есть. Вот такой вот почти серая фотография с голубыми тонами. То есть вот можно выбрать себе что-нибудь? В принципе, вот с помощью вот этих вот нехитрых инструментов идет работа в фотошопе. Еще очень важный момент, значит, выделение. Когда мы что-то выделяем, у нас есть здесь физер. Физер это, смотрите, чтобы вам объяснить, физер это размытие, размытие выделения. То есть вот смотрите, сейчас физер 0, и выделение не размывается вообще. Ctrl-C, Ctrl-V, выделение не размылось. Вот смотрите, оно абсолютно ровное. Вот в этих вот местах, вот в этих вот местах, оно абсолютно ровное. Значит, смотрите, если мы выставляем какой-нибудь физер, смотрите, ну, например, я поставлю 20, чтобы вам хорошо было видно. Я выделяю опять какой-нибудь ромбик прямоугольный. Видите, как оно сгладилось, да? Теперь Ctrl-C, Ctrl-V, включаю белое, чтобы было видно. Смотрите, видите, вот плавные какие переходы получились, да? Можем сделать 50. И еще раз выделить. Вы обратите внимание, я слой даже не включал, да? Но я сейчас из... То есть я на него просто поставил выделение, и я уже с него копирую, а потом вставляю куда. Видите, какая получилось мягкое выделение. То есть вот эта мягкость выделения, грубо говоря. Ну, по основам, я думаю, достаточно. Какие-то особенности работы в Photoshop уже смотрите чуть попозже. Я, у меня именно нацеленные на... То есть все инструменты я показываю именно нацеленные на работу с 3D. Потому что Photoshop, на самом деле, это очень глубокая программа. И те ребята, которые, ну, профессионально работают в Photoshop, у них есть, как, своя философия фотошоповская. Они умеют там разные вещи рисовать и карандашные, и как бы и гуашью, и маслом, и так далее. В общем, ну, на самом деле, действительно, очень много всяких приемов, да? Вроде бы, кажется, инструментов не так много, и все, казалось бы, просто. Но из этой простоты, как из 7 нот на фортепиано, получаются гениальные вещи. Поэтому я могу говорить, что, ну, у меня нацелено все чисто на работу с 3D. Я использую те инструменты, которые мне нужны для того, чтобы создавать какие-то нужные мне вещи для 3D графики. Если вы хотите уже конкретно хорошо изучать рисование фотошоповское, то, конечно, вам желательно посмотреть какие-то курсы по фотошопу. А у нас курсы по визуализации, анимации и моделированию. Все, с вами прощаюсь на сегодня. До следующих уроков. Счастливо, пока!